Между тем, штормовое предупреждение объявлено сразу в нескольких регионах страны. Ураганный ветер пронесся по южному и западному Казахстану. Предупреждают об усилении ветра до 20 метров в секунду и спасатели Астаны. Впрочем, непогода, во власти которой оказались несколько областей, еще накануне уже стала причиной серьезных происшествий. Рассказывает Салават Семербулатулы. Такого разгула стихий в Таразе не помнят давно. Шторм накрыл город неожиданно, рассказывают очевидцы. Двое мужчин 23 и 54 лет работали на строительной площадке в 13 микрорайоне города, когда поднялся сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Спасти мужчин не удалось. Также в частном жилом доме, где-то по улице Сухомбаева, в результате резкого порыва ветра также было повалено ворота железные, придавлено две гражданки. Одна из них госпитализирована, другая после оказания первой медицинской помощи отпущена домой. И кроме этого, во втором микрорайоне у нас ребенка придавило деревом, он также госпитализировал. В городе тут и там нет света. Диспетчерская служба приняла больше 200 заявок. Работает специальная комиссия. В Западно-Казахстанской области повреждено около 300 километров линии электропередачи. Ветер оставил без света 19 населенных пунктов. Аварийно-ремонтные бригады устраняют неполадки. Сейчас без света остаются около 100 абонентов. Надо сказать, что непогода вновь напомнила властям о системных проблемах в местном электрохозяйстве. В основном аварии происходили в сетях 0,4-10 киловольт. Все это связано с износом в линии. Прикладываем все силы, чтобы побыстрее оперативно устранить повреждения. Ветер на 20 метров в секунду, это не так уж страшно, по идее, но уже есть отключение, понимаете, из-за этого нам надо уже выводы делать. Немало проблем непогода доставила и жителям Южно-Казахстанской области. Поваленные деревья, упавшие столбы, сорванные электропровода. Ветер и здесь разыгрался не на шутку, говорят в местном ДЧС. По официальной информации, пострадали пять социальных объектов. В Арысе, в селе Тимирлан и Шаян, а в самом Шимкенте не выдержала кровля Центра обслуживания населения, одного пятиэтажного и двух частных домов. В ликвидации последствий заняты 145 человек и 30 единиц техники. Сколько профнастил, сколько шифр, сколько гвозди, сколько стропил, сколько рык, погонный метр. По наносим стенам это недолго считать. Сильный штормовой ветер может обрушиться и на север страны. По крайней мере, такое предупреждение сегодня сделали в Павлодарской области. Небо уже затянуло тучами. Специалисты просят население быть крайне осторожными. Ведь предсказать, какие сюрпризы готовит погода, 100% пока еще никому не удавалось. Салаватимир Булатул, Анастасия Сулейменова, Наталья Отцой и Асилия Русалиева. Итоги дня.